Религиозные термины в качестве аргументации – позор для эксперта, и пофиг. Если кто-то, аргументируя что-то, употребляет религиозные термины, то мы советуем не доверять такому человеку. Во-первых, религия – это мировоззрение, основанное на вере в сверхъестественное. Следовательно, если человек употребляет религиозные термины в качестве аргументации, это означает, что он не находит естественного научного объяснения. То есть, настолько некомпетентен в теме, что она кажется ему сверхъестественной. Например, если кто-то утверждает, что какой-то народ богоносец, следовательно, другие народы – небогоносцы, это означает, что он не может научно-популярно объяснить, чем народ богоносец лучше всех остальных народов. И не сможет! Национализм не только аморален, но и антинаучен. А если кто-то будет утверждать, что война, или экономический кризис, или пандемия случаются по грехам президента, патриарха, всего народа, или из-за шествия людей с цветными флагами, это означает, что он не понимает экономических, политических, научных, или каких-то иных причин происходящего, или понимает, но не хочет говорить почему-то. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Такому эксперту бан и отписка на его выводы – огромный пофиг и пыльный пуфиг. Во-вторых, мысли древних религиозных мыслителей сказаны в конкретное время, в конкретном обществе, в конкретной ситуации, и абсолютно неправильно их переносить на что-то очень-очень-очень сильно другое. Любая религиозная литература, в том числе и Библия, должна пониматься только в историческом, культурном и религиозном контексте времени, когда она была написана. И не надо искать в Библии ни про чипы, ни про электронные паспорта, ни про ядерную войну, ни про вниматочные репродуктивные технологии, ни про аборты, ни про контрацепцию, ни про запрет для высшего церковного иераха на какие-то модели часов или модели автомобилей. И даже не надо искать в Библии ЛГБТ. Там этого нет и быть не может. А если что-то кому-то кажется на что-то похоже, то это не более чем творческая фантазия. И в-третьих, в нашем мире благодаря интернету довольно легко искать и анализировать информацию. И тем не менее, кто-то, говоря о политике или экономике, ссылается не на политолога или экономиста, а на священника или на какого-нибудь средневекового монаха. Это говорит о том, что человек не ориентируется в информации. Например, в силу эффекта Крюгера. Но не Фредди Крюгера, а Даннинга Крюгера. А почему у нас в кадре Хагиваги и Кисимиси рядом с иконой? А потому что скоро мы сделаем на эту тему отдельный сюжет.